Некоторые из вас меня знают лично, а некоторые нет. А те, которые посетили мою прошлую выставку, я им обещал. И, наверное, они еще помнят, что я не отступил и не собираюсь. И это только начало большого пути. Мы еще не разобрались с второй выставкой. Уже сегодня мне звонили из определенного места, спрашивали, заинтересовались насчет Крик. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Устарался на работу, кроме основной работы, я решил еще заниматься испанским языком, переподавать. Когда я ему звонил, перезнался в этом, сказал, папа, я переподаю испанский. Он сразу спрашивал, результат какой, историю мне не рассказать. Общайся с тобой, твои ученики. Я говорю, тяжело, но интересно. Результат какой, спрашивал. Я говорю, папа, еще нет, тяжело. Так, значит, душа твоя не вложена к этой работе. Ты с сердцем не относишься к своей работе. Тогда я вам хотел сказать, Евгений с сердцем, эмоциям и душой относился к своей работе, чтобы мы видели сегодня такие замечательные работы из самых лучших архитекторов, дизайнеров Минска. Я знаю. Они самые лучшие. Я достаточно видел другие работы. Это является самым лучшим. Иначе вы мне не рассказывали, не рассказывали эту историю. Так что поверьте мне. Я хочу познакомить вас с этим великолепным человеком. Евгений Гриппинский. Друг, учитель и самые два. Я думаю, что каждый человек в душе творческого. У каждого человека много идей. И 3D это, наверное, самый простой способ этого платить. То есть научиться рисовать сложнее, чем делать 3D. И 3D, оно более так общеупотребимо, что ли, для разных вещей, чем тоже рисунок. И занимаясь 3D, его можно применить к большим сферам жизни. То есть, чтобы уже простые вещи делать в 3D, и какие-то свои идеи воплощать, понадобится буквально месяц-полтора. Рисунку нужно учиться значительно дольше. Я считаю, что каждый человек творческий. Если он просто попробует, он уже начнет где-то запринимать. У любого человека возникает. Эта работа создавалась на базе реально существующего здания. Это живой дом по проспекту Дзержинского, 80 в Минске. Там сдавалось выпускное помещение с высокими потолками, с большими окнами. И у меня возникла идея сделать из него живое пространство в стиле лох. Собственно, это мой первый проект. Он не коммерческий. То есть тут воплощена моя фантазия. И к выставке я его, в принципе, обновила. Сделала апбрейт. И вот, в принципе, результат. Он начинает действительно с самых-самых азов. Рассказывает, как думает программа. А когда ты уже понимаешь, как программа думает, тебе намного легче ее понимать, намного легче реализовывать то, что ты хочешь сделать. Это в Минске? Ну, хотелось изначально создать такое место, чтобы человек пришел и стопудово научился. Если я за него взялся, то это научил. Вот такая была идея. Она выросла и постепенно. Первый год я еще думал, буду ли этим заниматься. Д时间 еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...